Всем привет, друзья! С вами Вадим2КХаус и я записываю видео по Лиге Легенд. Причем играет АП из Рил, что довольно интересно само по себе. Как вы знаете или не знаете, АП из Рил это герой, который наносит максимальный бурст на 6 левеле, как это ни странно, но именно этот герой сносит больше всего ХП на 6. И все равно лучше его, конечно же, собирать в АД, потому что полезности от такого парня будет больше. Не забывайте там про голубого из Рила, все дела. Но здесь парень отлично отыграл за АП из Рила и стоит на это посмотреть. Смотрите, что он творит с Дианой, он вообще не подпускает ее к крипам. Конечно, немножечко из-за этого страдает ластхит, но Диана не получает абсолютно никакого опыта. Это жесткая агрессия. Вы просто поглядите, Диана реально в панике. Ни какой-то доминации, не может быть рейд, он опять по ней попал, он бешеный. Вы посмотрите, этот человек, он как будто только что сбежал из секретной какой-то тренировочной базы по подготовке снайперов. Диана реально в панике, она сколько заластхитила крипов Дианы в этой игре, давайте считать. Правда, из Рила тоже, конечно, всего лишь 5 мобов, но опыт решает, как говорил знаменитый варкрафтер Дедман. Кстати, завтра, то есть, какого-то числа, хотел с умным видом сказать число, понял, что не знаю, какое сегодня число. Завтра, 9 июля, наконец-таки починят модуль. Если не произойдет ничего непредвиденного, то, наконец-таки, модуль стримов будет работать нормально. Вы видите, всех 400 стримеров наших, а не 2 или 1 максимум, как обычно показывает модуль. И, кроме того, добавлено очень много английских стримеров на сайт, они все собраны на одной страничке, и поэтому вам очень удобно будет их смотреть. То есть, вы заходите, они там распределены по ролям, то есть, вам очень плохо. Хотите смотреть стримы за саппортов, смотрите англоязычные стримы за саппортов. На страничке LoL English это находится в стримах на GameZ. Довольно просто найти, то есть, это очень удобно, там у каждого написана его роль, его эла, его команда, его имя, и даже страна, если вы хотите от него детей, как говорят дотеры, и хотите к нему приехать. Так, ну видите, что загнали Диану под таверку, и она пытается ласхитить под башней, в этом ей помогает серп и щиток немножечко, но все равно понимаете, что ласхит под башней это не то немного. К сожалению, я сейчас не успел нажать на пробел, не буду к этому возвращаться, но интересно мне, честно говоря, что там у Дианы. Четвертый левел получает Изрил, Диана все еще третий, Изрил идет в агрессии, потому что он ее напинал, Диана ничего не может про него сделать, она хотя бы врубает щиток, там что-то его подамажило, но не забывайте, что Изрил есть хилочки, вот он прыгает в Диану, игнайтит ее, и последней кушкой добивает, вот это красота, вот это вот чувак. И посмотрите на значок на панели скиллов, видите, что флеш-то у парня еще сохранился. Диана свой флеш потратила, а Изрил сохранил свой флеш, вы представляете, насколько это сильно? Да, конечно, АП Изрил, скорее всего, будет наказан ребятами, его будут флеймить и стебать, но это очень опасный герой. Видите, что он не получил еще шестой уровень, а уже кельнул своего оппонента. А не забывайте, что опять-таки на шестом у АП Изрила наибольший бурст из всех вообще героев, как вы знаете, бурст это дамаг от всех заклинаний, какие есть в данный момент, не ожидая никаких КД. Там Лисин бежит гангать бота, Изрил, видимо, хочет к нему присоединиться, но здесь он встречает Ви, Ви его жестко дамажит с красным бафом, Изрил прыгает через стену, не стал он тратить флеш, нет, все-таки тратят флеш. Да, Ви нормально так встала в кустах, очень хороший маневр, она, видимо, ожидала, что, ну, она увидела Изрил, не стала выходить из кустов и развела его на флеш. Без флеша, конечно, уже не так хорошо будет убивать Диану, но, тем не менее, Изрил отправился на базу, интересно, вот будет ли он в этой игре собирать Архангел, игра просто замечательная, я ее смотрел отрывками, и он собирает Миджай, это АП Изрил с Миджаем, пацаны. Уровень, естественно, высокий, как вы понимаете, то есть здесь, я думаю, парень... Клан Пэйн мне чем-то знаком, я сейчас не так активно слежу за полупро сценой, как раньше, но, тем не менее, это явно не серебро, а игра довольно интересная. На канале Фис Мартун это было выложено на Ютубе, хороший каналчик, парень на самом деле придумал клевую тему, по сути, он ничего не комментирует, ничего не записывает, а просто собирает чужие видео, но это так полезно и так интересно просматривать видео, действительно, ну зато сколько он тратит времени, просматривая все видео, чтобы отобрать из них лучшие. Если он не нанял четырех рабов китайцев, то я не знаю, как он живет. Парень еще умудряется табаться на чатик, вот это вот, это вот круто. Я сейчас с макбука могу, конечно, трофейного читать комменты. Все, шестой левел, максимальный бурст у Изрила, и, соответственно, ему сейчас надо будет как-то стакать свой Миджай, потому что он вложил деньги, и фактически вот то, что он получил килл от Дианы, он ничего дополнительного не взял. Здесь она взяла даггер на атак спид, то есть будет она собирать наш артуз. Понимая, что АП Изрил именно бурстовый персонаж, и как-то со временем, видимо, хочет его затыкать. Так, ну что ж, сейчас опять Диана будет стоять под башней, опять ей будет довольно сложно это все ластхитить. Ну, хотя сейчас будет еще один серф, видите, Изрил пытается максимально ее отвлечь от ластхита, потому что очень часто вот так играют, так, здесь на боте жесткая битва, снова Лисин туда бежит, Изрил ультует, посмотрим, сможет ли он по кому-то попасть, и он забирает, он забирает жесткого Дрейвена, и рядом еще там Лулу, скорее всего, умрет. Да, неплохие врывы, но если бы все было так просто, очень часто сейчас мои видео начинаются с доминации нижней команды, уже два стака на Миджае, неплохо, но иногда эта доминация прерывается. В этой игре будет так же, то есть не скучно она будет смотреть, не будет она доминирующей стороны. Изрил стоит за стеной, думая, что Диана там идет против синего бафа, вот она и пришла после синего бафа, врывается в Изрила, хочет на него пригануть сейчас еще второй раз, она же по нему вроде серпом попала, видимо, видимо не попала, что ли, я что-то как-то проворонил этот момент, вот опять она попала серпом, двойной прыжок, конечно, это опасно, правда сейчас у нее уже КД, и, правда, у Изрила нет ульты, то есть вместе с ультой он мог бы сбрить, наверное, Диану с такими ХП, та бы не успела ему особо дамажить, то есть он и прибивает щиток, плюс Диана, конечно, в том, что у нее есть щит, и с этим самым щитом проще жить против врага, тем более у нее есть Ешка, которую максить особо не надо, то есть получается можно очень много времени тратить на щит, вот Изрил отпрыгивает, но нет, нет маны у нашего героя на ульту, к сожалению, сюда подходит Ви, она хочет него ультануть, поэтому Изрил на всех парах отбегает, иначе его покарают, вот, появилась ульта, и он ультует, забирая крипов, не, не забирая крипов, что он хотел сделать, вообще непонятно, он думал, что Диана подойдет крипам, или он хотел забрать крипов, но, тем не менее, нифига у него не получилось, куча дальних крипов с лоу ХП, ни черта он не добился, и ему еще ждать целую минуту своего финального заглядания, нету маны на ашифт, вот Лисин прыгает, но Диана отвечает тем же самым, Изрил хотя бы, воу-воу-воу, пишет Лисин, и это итальянцы, насколько я понимаю, аус-хаус, вроде, будем считать, что это итальянцы, ку-ти-дар, флаж-ульт-лол, вот, почти все понятно, ку-виси-нау-яу, это уже как по-китайски заговорили пацаны, видимо, это иммигранты, иммигранты из Италии в Китай, здесь Изрил думает, что ему собрать следующим артефактом, и собирает ботинок на пенетру, как это часто бывает на АПшниках, которые хотят доминировать на линии, и надоел ему элемент случайности с этой постоянной, приходящей УИ, и поэтому он хочет поставить вард, очень верное решение, здесь на боте пропушили таверку, и ребята как-то будут чувствовать себя вольготнее, теперь Дрейвену проще, приходит сюда еще и ВИ, хорошие кусты от Зиры, но все равно поработят, скорее всего, МФ-ку, Изрил думает, ультовать, не ультовать, понял, что уже ультовать смысла нет, это даблкил от ВИ, очень хорошо на Гангулу, здесь синий баф для Изрил, он, конечно же, пригодится, потому что Изрил решил не начинать с капли, решил вот именно взять Миджай, интересное такое довольно-таки решение, то есть хочет он доминировать дальше, но пока у него только два стака, Миджай, насколько я помню, на пяти стаках окупается, то есть ему еще нужно какое-то время это все дело потерпеть, но, конечно же, с каплей, с Архангелом он был бы увереннее, ставит он вард, ультует на ребят, ой-ой-ой, впрыгивает прямо в Лулу, у той был ульт, это лол какой-то, то есть мало того, что на боте победили, так у Лулу еще был ульт, и впрыгивают все в него, превращают его в овечку, и уничтожают, то есть забрали дракона, забрали еще и Изрила, вот это вот самое обидное, когда ты дерешься с кем-то, и после того, как сделали даблкил на твоей команде, и ты понимаешь, что происходит какой-то бред, потому что у врагов есть еще ульт, так, здесь минус Лулу, просто на халяву, вот, я помню в свое время, когда еще давно-давно смотрел стримы иностранные, буквально полтора года назад, если не два, Изрил, ой, Лисин, конечно, зря вот такие вот путешествия делает, то есть он спалился, понятно, что где-то он здесь ходит, бродит, и нельзя это делать, так вот, я помню, хорошо запомнил маневры Викида, он после того, как уходит откуда-то, он, даже если там пять врагов сдохло, он все равно отходит довольно далеко под таврку, и только оттуда реколыц очень осторожно играл парень, тогда вот всех ловили, то есть все фейлили вот так вот, их ловили на этом, а Викид тогда вот не запомнил с осторожной игрой, и это очень правильно, то есть вы потратите две лишние секунды, но зато там, или три лишних секунды, здесь Изрил баф, это так спит, но зато вы спасете свою жизнь в одной случае из пяти, то есть иначе иногда вас будут убивать. МФ-ки Зиры некуда себя приткнуть, они свою линию запушили и пришли ломать мид, тем самым давая Изрила больше оперативного простора, потому что он, конечно же, не танк в этой игре, танковать он никак вообще не может своими миджами, миджай с одним стаком, бедное зрелище, сейчас попытаются забрать Древена, Древен, конечно же, на всех парах, роняя топоры, будет пытаться убежать, скорее всего спасется, мне кажется, не успеют, ребят, сюда, хотя Изрил шифтует, он надеется, что Древен все-таки реколается, но видит, что на рекол он ему не сбивает, поэтому он бежит на мид. Дракона-то забрали, Ви, конечно, очень хорошо сыграла, то есть она, получается, сделала даблкил и еще и забрала дракона, получается, что этой команде принесло порядка двух тысяч монет, а учитывая, если бы они не сделали это, то получается, что дракона бы забрала сейчас нижняя команда, получив бы косарь, то есть просто действие на три тысячи. Так, здесь Ви приходит на мид, подбрасывает Изрилу, у того, к счастью, для него есть флэш, но Ви продолжает свою агрессию и сбривает его очень жестко, Ви просто керрит эту игру нереально и Изрил с нулем стаков на миджай, и он почесывает нос, вот так, в расстроенных чувствах, что-то не так. Лато, это, видимо, я был слишком, слишком поздно это сделал, и Зира решает отдаться, посмотрите, это прям как в знаменитом произведении Вероника решает умереть, это просто пипец какой-то, ну, куда она бежит, женщина, ты как бы не спасешься, что это мне подсказывает, при том, что забежав сюда, она дала полную возможность Дрэйвену добить ее, именно Дрэйвену, то есть чтобы никто не состелял, лучше было бы бежать, конечно, в другую сторону, потому что так она не потянула ни время, ничего, так хотя бы она бы тянула время, пока бы ее догнали, пока то, пока все, тем более там кактусами бы, что-нибудь корнями бы задержал врагов. Видите, что Зак уже собрался онфаер, он все-таки сделал ФБ, и поэтому он чувствует себя уверенным, но видите, что Трэнда, конечно, на нем отхиливается, то есть Зак сейчас Сультану потратил весь свой основной дамаг, а Трэнда ему сейчас мечом по голове настучит. Зак, правда, отпрыгивает, но тем не менее Трэнда сейчас восстановит свои жизни до фула. Изрил, вот мне нравится тем, что он показывает не только свою линию, но и смотрит за интересными моментами, даже не в угоду своим крипам. Так, там Дрэйвен что-то кидает с топорами, сейчас попытается его в очередной раз поймать, он в очередной раз убегает вместе со своей Лулу, ну сложно что-то сделать. Так, здесь сейчас Зака убьют, он флэшится, пытался там что-то отхиляться, он все-таки разваливается на маленькие кусочки, но Трэндомир не стал его добивать, видимо Трэндомир тоже тратил свою ульту, хотя я этого не видел, но тем не менее Трэндомир не стал добивать Зака, там пока это все добьешь с одной стороны, с другой стороны задолбаешься, конечно. Но тем не менее Зак лишился своей пассивки, из рил с прыжка подходит на мид, хочет задефать свою таурку, потому что неистовая Диана набирает обороты. Видите, как сильно срешал Ви, то есть фактически она выправила ситуацию на миде, и Диана уже впереди по левелу, а не забывайте, что еще артефакт у нее пополезнее, чем у Изрила, то есть Миджай, ну вообще не в кассу здесь, который вообще не настакан. Он думал, что продолжит доминировать, но видите, как вот Ви выправляет ситуацию, хоть там джанглеры многие говорят, что типа да, ничего, у меня никогда не получится, но здесь вот джанглер реально взял и выправил ситуацию. Прыгает из рил, на него лисина, лисина не достает, сейчас кушка не долетает, она ставится кучу вардов и все, ребята отходят. Не произошло, не произошло драка, драки нельзя было кельнуть, потому что не доставал там никто. Минус из рилы, конечно, это полное отсутствие контроля у этого персонажа, то есть вообще никакого контроля нету у из рилы, это делает его, конечно же, слабым в некоторых моментах, то есть сейчас, по идее, можно было задоминировать, он надамажил, конечно, Диане пол хп, но убить ее не получилось, несмотря на то, что сзади бежала куча людей. Парни реально чешется нос, это то ли к насморку, то ли к деньгам. И счет 6-7 по киллам, то есть все-таки впереди верхняя команда, хотя вначале, конечно же, она проигрывала, но еще ничего не решено, и ситуация может выправиться, хотя она и так довольно ровная. Зак забирает лесных крипов, вместо того, чтобы дать из рилу синий баф, он там занимается волкоубийством, правда, он потеряет больше крипов на топе, чем приобретет, забрав волков, странная тема. Ви тут пропушила немножечко, но хотят они забрать таверку для того, чтобы забирать из рила чаще, потому что Ви может впрыгивать, отлично подбрасывать, и Диан там вслед за ней тоже прыгает. Ну, то есть два прыжка, соответственно, Ви более танковая, она танчит. Давно, кстати, не видел Ви. Интересный, хороший герой. Как-то часто бывает, ее сначала выпустили, никто не оценил, потом поняли, что она очень сильная, ее занерфили. Это просто суперпостоянная такая тема. То есть сначала игроки говорят, что за бесполезный чем. Вот я бы за Атрокса, если бы я играл в Лол, я бы поиграл за Атрокса. Но сейчас я играю в Прайм в основном, потому что он веселый, веселый и бешеный. Особенно вот сегодня в видосе мне понравилось, что игра длилась, оказывается, всего лишь 13 минут, но она была такой насыщенной, что просто пипец. Сейчас за 13 минут такое количество киллов давно я не видел, тем более в Лоле. В Лоле тем более я такого не видел. Ну, это как дикий арам какой-то. Кстати, видел какую-то негативную реакцию некоторого количества людей. Ребятки, у меня просьба вам, если вам не нравится видео по какой-то игре, вы можете, у вас такая опция, их не смотреть. Если вы смотрите, например, видео с GameZ, то там все четко разделено по разделам. Если вас интересует Лол, вы можете зайти в раздел Лол. Если вас интересует не Лол, вы можете зайти в раздел Игры. На Ютубе такой возможности нет, поэтому я всегда всех призывал, ребята, смотреть именно с GameZ, а не с Ютуба. И поэтому непонятно, у меня жалобы народу, что зачем, почему. Смотрите в разделе Лола, там будет только Лол. Смотрите в разделе других игр, там не будет Лол, если вы вдруг ненавидите Лигу Легенд. Ну это странно, если вы смотрели это видео и ненавидели Лигу Легенд, это крайне странная тема. Изрил понимал, что он отходит, поэтому свой прыжок просто так потратил, для того, чтобы забрать еще одного Кребца. Ну и МФ как-то приходит, у него стеляет, то есть помощи в ее действиях ноль. Ну Тауэрку, конечно, забрали. Но сейчас МФ не суперубийца, то есть как и Изрил, у нее с контролем проблемы, разве что у нее есть там замедление простенькое. Сейчас Изрил, конечно, хочет туда ультануть или что-то сделать, но понимает, что союзники расходятся и его ульта никого не добьется тебе. Прикольно, продумано, то есть вроде как он увидел трех противников, по которых бы он попал ультой, но он не стал ультовать, понимая, что он все равно их не добьет. Опа, вот сейчас был хороший ульт, чтобы отогнать ребят от Дракона, но тебе все-таки возвращается к Дракону, забирает его, МФка также неплохо ультует, но никак не зацепит. Нет, цепляет Ви. Сейчас Лисин хочет туда подойти, но флешу Ви, поэтому она спасается. На халяву забрали Дракона, еще и убивает МФку, после этого флешается Диана и раздает Древенс в возвышенности. Команда потерялась, она реально не может собраться, не знает, что ей делать. Изрил там что-то просвечивает кусты своей кушкой, тем то же самое делает Лисин, небольшой подвесончик. Изрил бежит дальше, но, блин, если он натолкнется на толпу врагов, его же покарают. Диана его просвечивает, к счастью для Изрила у нее нет маны, ну и сейчас хотя бы заберут синий баф. Неприятная ситуация, отдали Дракона, отдали кусты и... Не, куст джиф, отдали МФку, точнее. Очень неприятная ситуация. Изрил отгоняет здесь всех своей кушкой, своей W, они, конечно, жестко наносят урон. Ну, вообще, Изрил опасный в АП, то есть вот в такие вот бурсты он может довольно много засадить врагам. Отличные кусты от Зиры, подброс, Изрил хочет забрать Древена, Древен рубает щит и Изрил ложится. Пытается преследовать Зиру и, скорее всего, это увенчается успехом. Сейчас она, конечно, какие-нибудь корни пустит, но, тем не менее, опасный, опасный Трендомир. Нет, Трендомира выкинули и сюда подходит куча Жижи. Жижа замедляет всех, Жижа хочет крови. Она прыгает прям по голове, Трендомирует. Он сейчас включит ульт, он неуязвимый, отходит. Сейчас Жижа прыгнет ему на голову. Да, всё, забрали. Спейсман, просто забрали космонавта какого-то. Время почитать чатик. Ну, как-то, Изрила не клеится совсем с Миджаем. Очень часто такое бывает, что вы доминируете, покупаете айтемы на деньги и потом сливаете. Я помню игру, когда я за Акальчик сделал, типа, 6 киллов подряд, только потом вернулся на базу, купил сразу оккульты Миджа и потом что-то вообще после этого не сделал ни одного киллапа. Это проклятие артефактов на стаке. Ну что ж, в этот момент забрали МФочку и гонят остальных ребят из Риал без синего. Он хочет собрать себе шляпу. Шляпа улучшит, конечно же, его бурсты, его ульту и вообще всё, что только можно. Так, 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 там Лулу. Ходит, поставила она вард, но Изрил сейчас заберёт этот вард. Непонятный язык. Меи-е-бугой. Фои-протрас. Ну, блин, сложный язык какой-то, реально. Так, Диана собирает себе, кстати, часы, видимо, очень нужные. Ой, как хорошо, ой, как хорошо Изрил ультанул-то, ё-моё. Прям вообще красиво было. Просто забрал целую кучу крипов. Правда, минуту ему жить без ульта, но его, видимо, это не очень беспокоит. Так вот, Диане очень нужны часы, потому что она впрыгивает, инициирует файт, и после этого может использовать часы, тем самым сняв себя фокус. Часы очень важны в таких вот битвах бурстеров, то есть, что Диана наносит много довольно-таки урона сразу, что Изрил, ну, что и многие другие здесь герои. И получается, что часы в таких битвах очень важны, потому что вы вносите очень много дэмэджа по одному герою, а он берёт, и этот дэмэдж весь частично и войдет, ну, то есть, частично этот дамаг в него не входит, частично он выживает, впитав в себя какой-то урон. Прикольно получается, то есть, оппонент свои заклинания потратили, а вы всё ещё живы. Так, здесь Ви очень жёстко дамажит, получает она, конечно, ульту. Вот Изрил, наверное, сейчас расстроен, что ульты у него нет, он пытается там что-то сделать с Трэндомиру, Трэндомир летит след за ним, здесь жижа, Трэндомир жёстко его рубит, это просто пипец какой-то. Летит сюда Лисин, МФ-ка, выкинули Трэндомира, но это просто опасный парень, и Ви летит в Изрила, заканчивая его мучения. Трэндомир сдох, хвост отпал, меч ворвался, воткнулся ему в тело, и Ви сейчас тоже заберут, хотя её делают большой, и у них довольно-таки большие планы, Ви выпрыгивает сюда, хочет сейчас след за ней, конечно, кто-то прыгнуть, да, Лисин прыгает след за ней, нейтралайзит, и здесь ещё настреливает Лулу, которая, немножечко потеряв страх, потеряла вслед за этим и жизнь. И смотрите, что творит Дрейвен, пока все эти файты идут, он фармится на боте. С одной стороны, кому-то покажется это правильной стратегией, что типа вот, пока там все дерутся, я фармлю, но с другой стороны, видите, верхняя команда почти побеждает в файтах, но, блин, если бы там был Дрейвен, то она бы вообще бы доминировала, но... Видите, что получается Дрейвен фармит. То есть в таких играх так получается, если и без тебя команда тащит, то зачем ты вообще нафармленный, либо не нафармленный? Опа, развалился у нас на кусочки. Парень сейчас будет пытаться его убить. Ой-ой-ой, дамажит всё это дело. Забрали, забрали всё-таки Зака бедного. Так вот, то есть если... Закончу свою мысль. Опа. Это он думал, что кто-то там на фонтан сейчас прилетит? Опа, нормально попал. Но, правда, боюсь, что они отрегенят эти ХП. Если команда и без вас доминирует, то зачем вы нужны в принципе, то есть и без вас и закончат. А если команда проигрывает файты без вас, то получается, что вы теряете кучу союзников, фидите оппонентов очень сильно, злите союзников, и получается, что вот этот вот фарм, который вы получите на боте, это полная фигня. Видите, что Изрил здесь забрал синий баф, но в итоге он сам кое-как жив, не забывайте, что W крипов не дамажит, он только кушками отстреливается, атаки у него всего лишь 86, то есть особо здесь не поживёшь, не порадуешься. С такой-то атакой. Лайфстила абсолютно никакого, пистолета там ничего нет, и получается, что Изрил никак не порегенит собственные жизни, и если его немножечко побьют, то с этими лоу ХП он будет до скончания веков ходить. Просто. Зато у него уже 312 АП, несмотря на абсолютно бесполезный сейчас Миджай. Так, ну что ж там, говорят, что-то, чтобы Барона забрали, что ли? Да ладно, не верю. Да, Барона реально забрали, это жесть, смотрите, что пока нижняя команда отвлекалась всякую фигню, верхняя пришла и забрала Барона. Это, конечно же, фейл саппорта, после 20-й минуты обязательно должен стоять вард на Бароне, и вы должны контролировать его. А так получается... Ну, что бы ни было, как бы игра не складывалась, но вардить Барона обязательно. Конечно, желательно это делать Джанглеру, желательно это делать Мидеру, но если никто это не делает, то вся ответственность сваливается на плечи саппорт. Хотя здесь, понимаете, как ответственность слабо применима. Ваша команда либо выигрывает, либо проигрывает, и делаете вы это все вместе, так что ответственность... Что? При чем здесь она? Все просто надо тащить. Видите, что саппорт не поставил вард, поставьте вы. Очень многие, я, кстати, знаю, что ноют, что типа, а как так, ни единого варда на карте. Ну, взял, купил, потратил 75 монет, там, 150, исправил ситуацию, чем ныть. Ныть это тоже, конечно, хорошо, это дает вам отмазку, что типа я проиграл, потому что... Ну, не лучше ли выигрывать, чем отмазываться о поражениях, почему я проиграл и так далее? Мне кажется, лучше побеждать. Кстати, Джангл Айтем, наверное, лайфстил хорош для Изрил в такой ситуации, потому что, ну, совсем у него нет никакого отхила, но парень, видимо, хочет брать именно своим бурстом. Лич Бэйн обязательно здесь нужен, кстати, то есть он хотя бы можно будет Синебаф забирать, не теряя все свои жизни. Здесь Зака Трендомир разваливает просто на кусочки, Зак в панике, он опять ультит, опять там что-то как-то это делает. Опа, Трендомир что-то зачем-то захотел на получать, видимо, от Таурки. Нет, все-таки он отходит. Довольно быстро он с молниями пушит, приходит Изрил, неплохо его дамажит. Сейчас тут, конечно, реально собрать Лич Бэйн, и вообще дамаг у Изрила значительно возрастет, потому что у него будет там порядка 400 АП. Здесь приходит Вей, ломается вторая башня на топе, и какая-то ситуация не очень приятная, потому что отступать уже некуда, за игроками уже чуть ли не ингибиторы, как в знаменитой фразе. Лисин что-то пытается ворваться, но команда немного разделена, правда, Дианы вражеской там вообще нету, приходит Трендомир прямо сюда, Зак пытается затанковать все, что только можно, приходит реально вся команда, и Трендомир, конечно, сейчас умрет. Его приковывают, сейчас надо Дрейвена бы поймать, хотя Ви неплохо впрыгивает в Изрила, вы видите, как она жестко его дамажит, Ви делают большое, Изрила просто разносит, он флешился с другую сторону, вот это обман века, ультует в Дрейвена, снес ему половину хп ультой, вот это жесть, МФка бегает фиг знает где, и Ви нападает дальше, вы посмотрите, какой дамаг исходит от этого героя, советую всем, кто играет сейчас лол активно, брать ее билд на заметку, здесь все-таки забрали, забрал Лисин Дрейвена, но сам умер из-за этого, и Ви делает еще один килл, приходит сюда Диана, и посмотрите, как она разоплотняет МФочку, у МФки нет никаких шансов здесь выжить, а вроде какая-то это дешевая Диана с педантиком на атак спид, но посмотрите, как она уже неплохо собралась, то есть она пока правда не добрала на Шартуз, но тем не менее, у нее скоро будет Лич Бэйн, и Ви, который дамажит просто не, блин, я думал тап нажали, у меня уже этот, у меня аж рука дрогнула, я такой, а, наконец посмотрю, что Ви собирает, но нет, о-о-о-о, о-о-о-о, так, посмотрите, как много дамага у этой Ви, а именно, Фрозен Маллет, пояс на ХП, ботинки на армор, и, внимание, бруталайзер, ё-моё, 715, у этой женщины и 125 крипов, в то время, как у Изрила всего лишь 133 моба, а сколько крипов у Дианы, мы не узнаем, потому что она закрыта веб-камерой, а мне было бы интересно, конечно, сколько у неё мобов, 229 мобов у, Трендомира, неплохо, на 175 всего лишь, у Трэша, команда проседает по всему, на самом деле, и по дракону, и барону, они отдали, а понятно, смотрите, Диана врывается в Изрила, как ему больно, он только вышел с фонтана, и чуть туда же не отправился, Диана хочет его забрать, но уворачивается от Серпика, Изрила, сейчас у него КД, он не может ничего сделать, Диана убегает в панике, но Зак, конечно же, Зак, придёт и решит эту ситуацию, Диана впрыгивает, хочет забрать Зиру, впрыгивает в Изрила, и забирает его, вот это жесть, уже её буквально похоронили, но она умудряется забрать этого Изрила, а в парне сложно, отомстили ему за все, Луналика отомстила ему за все те неприятности, которые ей пришлось терпеть, на лане, здесь нам показывают большую мэшку, видимо парень неравнодушен к рыжеволосым женщинам в шляпе Наполеона, стянутых сверху ниткой, опять чешется нос, видимо, всё дело в носе, в носу, наверное, всё-таки правильно было бы сказать, Лич Бен здесь, как говорят умные люди, стоит продумывать свои цели, видите, что, что Изрил показывает нам на Лич Бен, здесь жёсткая драка, но как-то Заку не надамажить особо Трандомира, потому что тот ультует, и сейчас будет минус Лисин, кстати, да, всё, и делают ещё Трандомира большим, он, правда, сейчас всё равно отвалится, Зак такой маленький, бегает, похоже на Охотника за привидениями, ну, на их символ, Охотника за привидениями, так вот, как говорят умные люди, очень полезно записывать и продумывать свои цели, и вот именно этим занимается Изрил, то есть видите, что он думает, что вот так, мне надо, значит, Лич Бен, обозначает Лич Бен, прыгает вслед за Ви, ультует, та не может никак выйти из ПДО, заклинает, сейчас будет Кушка, которая завершит её мучение, она впрыгивает на него, ну, стеляет, здесь, правда, Диана, Диана жёстко дамажит, Изрил отпрыгивает, подкидывает Диану, Диана сейчас умрёт, здесь ещё Дрейвена летела ульт, и нормально, Изрил спасается. Кстати, по опросу, который проведён был в американских, в американских вузах, 3% людей всего лишь свои цели записывают, и потом проверили это всё дело, и вот эти вот 3% людей значительно эффективнее прожили, и значительно лучше была их жизнь, чем остальные 97%, которые свои цели на бумагу не записывают. Так что советую, ребятки, на это обратить внимание. Я, прочитав это, записал свои цели, правда, ну, такие прям жизненные, глобальные. Всё равно, в принципе, я к ним иду, записав или нет, но довольно-таки прикольные темы иногда можно прочитать. Конечно, одной надписью на бумажке не отделаешься, но тем не менее. Маска, я так понял, у Зиры, да, Зира собрала маску, из-за этого она, конечно, терпит, её часто довольно-таки убивают, она, конечно, дамажит дополнительно, но она не собрала какие-то полезные для команды артефакты. Видимо, Булварком, ну, Аегисом и Булварком, соответственно, занялся Лисин. Жёсткий затар, конечно, трендомирует. Заметьте, у него третьи ботинки для того, чтобы ещё больше дамажить в процессе жизни. Хотя, конечно, хорошо бы или что-нибудь против контроля, или что-нибудь против армора взять, но именно третий ботинки он взял, чтобы чуть-чуть быстрее бегать. Я бы на его месте на самом деле Зилом бы ограничился. И смотрите, начинает, вот это, кстати, АП Изрил всегда начинает с ульты. Смотрите, как он снес неплохо ХП Диане. Кто из них ассасин, ещё вопрос. Впрыгивает дальше, как он неплохо дамажит Древену. Сюда приходит Лисин. Через вар сейчас будет Кушка, но поздно, уже после того, как его замедлили. Только тогда он кидает Кушку. Так, здесь на боте куча крипов и Таврка ломается. Этот Спейсмен, Космонавт, просто раз... Ой, смотрите, как Трендомир отошёл из-под ульты Зака, хочет он сломать здесь Ингибитор и вряд ли его остановят. Не забывайте про Неуязвимость. Он включает Неуязвимость, его, правда, отбросили. Он пытается там что-то надамажить, он не может подойти к Ингибитору, он крутится в предсмертной агонии, но его забирают. Здесь, смотрите, правда, ещё Таврку надамажили, правда, буквально на 200 хп, но тем не менее, наверное, не стоил манёвр Трендомира, потому что, когда вы вот так вот отдаётесь, вы не даёте своей команде возможность подраться 5 на 5. А Трендомир отдался, и команда сейчас подраться не может без него. А сейчас, смотрите, Изрил уже когда-нибудь Личбейн соберёт. Опа. Проверочка здесь и синего бафа, и чего только не проверочка. Ну, есть у Изрила синий, то есть через 50 секунд ульта откатится, а Кушка ещё больше снимет КД. Идут ребята дальше. Их всё-таки пятеро, и поэтому они довольно сильны. Трендомира пока ещё нет, тем более часть врагов где-то сзади, и вы видите, что 32 минута, а обе команды, скорее всего, сейчас лишатся башен на возвышенности. По крайней мере, нижняя уже лишилась. Здесь как-то сейфово ведут себя ребята, и всё-таки решают отойти на базу. Не получилось у них как-то подраться 5 на 4, и поэтому они отходят. Ну что ж, сейчас время на Шора, то есть, если нижняя команда не может его забрать, то, по крайней мере, надо его задефать. Надо обязательно поставить вард. Вард, конечно, я понимаю, я понимаю, что Зира убийца с маской, но всё же надо, надо ставить варды. Впрыгивает Зак и сбирает волчков. Так, уже подходит ребяток на Шору, и нижняя команда, конечно же, не может это позволять им. 16-й левел уже уизрило, а значит, более сильная ульта. Дрейвен здесь на халяву дамажит. Ой, как хорошо входит ульт, правда, не по всем. На Шора здесь всё-таки забирают ребята, и попытается нижняя команда хотя бы хорошо подраться. Дрейвен ультует здесь хорошо, МФочка всаживает патроны, сразу же агрит на себя всех врагов. Сейчас у изрила две цели, он забирает сразу же обе. Зак здесь срастается по кусочкам, но в него впрыгивают. Больно, больно, конечно же, трендомирует. Он ультует, побежит Ви, но КД откатится, изрил всё-таки отходит на вазу, потому что мало у него маны. Ну, нормально, в итоге получилось, изрил сбрил двоих, МФка отвлекла кого-то, не нанеся, правда, особо дамага. Изрил у нас здесь покупает хомгварды, потому что видит, что его родная база уже пушится. Неплохо, он надамажил Диане, он снес ей ровно половину жизни, с ультой это было бы ещё больше. Ви, конечно же, так не надамажишь, у неё больше ХП. Ви, кстати, собрала Blade of Ruined King, то есть, вот на том этапе она остановилась в сборке выживаемости. Ой-ой-ой, вот сейчас, конечно, был бы ульт, можно было бы туда ультануть и туда же вслед за своим ультом прямо прыгнуть. Кстати, было бы забавно, вы прыгаете и примерно в эту же секунду сразу же туда прилетает ваш ульт. Забавная тема, то есть, враги ещё не понимают, что ваша ульта снесла им миллион жизней, но тем не менее. Кстати, помню, когда-то в самом первом конкурсе гайдов на GameZ как раз был гайд за АП Изрила. Кстати, мы сейчас возьмёмся за гайды ещё активней, то есть, будет сделан функционал, который позволит удобно добавлять их и, соответственно, это позволит, ну, здесь Диану, кстати, забирают между делом, ну, вы и так это видите, это позволит провести нормальный конкурс гайдов с крутыми призами. Такс, ну что же, Изрил здесь крипов дамажит потихонечку, видимо, не хватало ему на что-то, видимо, речь идёт о палке, нет, палочка на 40 АП он покупает, я думал, на 80, вот став там какой-нибудь, что ещё нужно такому Изрилу, основные артефакты он собрал, я бы сейчас на его месте брал бы часы на самом деле, потому что ему нужна выживаемость, то есть, он там отпрыгнет, то есть, всё, на него нападут, он, понимаете, если он ещё один раз использует часы, то, то, скорее всего, он ещё раз использует Ешку, А это значит, он ещё раз использует Кушку, ещё раз использует W, ну, и там неизвестно, что ещё будет, ну, потому что, скорее всего, за время, которое он простоит в часах, он успеет ещё раз отпрыгнуть, точнее, прыжок успеет перезарядиться, ну, что ж, счёт примерно равный, 24-24, кстати, кто-то на меня ругается из-за качества картинки, я скачиваю видео всегда в лучшем качестве, которое есть, и я, к тому же, ещё комментирую, ну, записываю видео тоже в самом идеальном качестве, поэтому, вот, какую картинку я вижу, уважаемые зрители, такую же, и видите вы, к сожалению, почему-то не у всех иностранных стримеров, видимо, хватает денег на хороший комп, ну, и к тому же, на самом деле, дело не в стримерах, Twitch обычно записывает видео в каком-то странном качестве, то есть, ну, вот это вот качество я бы не назвал, ну, здесь битрейт очень слабый, здесь, наверное, битрейт там 700-800, а от меня битрейт идёт 4000, ну, максимальный мой битрейт, то есть, если вы записываете битрейт 500, там, 600, 700, 800, в 4000, конечно, качество не улучшается, к сожалению, вот, ну, все претензии к Twitch'у, пишите петиции о том, что давайте, давайте сделаем лучшее качество на записях стримов, потому что здесь, иногда, когда резкие движения происходят, такая картиночка, такая, довольно расплывчатая, ну, что ж, Зрил прыгает, там пытался кого-то надамажить, правда, не попадает особо с киллами, верхняя команда жестко пушит, их цель сейчас, конечно же, ваншотнуть из Зрила, потому что он дамажит очень много, а с выживаемостью у него реальные проблемы, Лисин в очередной раз попадает кушкой в Вину, той вроде как наплевать, на базу уже заходит Дрейвен, уже надо его за это, конечно же, наказать, но ребята этим не занимаются, они понимают, что если они отойдут, то потеряют таворку, вот такой вот постоянный пуш, он очень сильно действует на нервы, и иногда заставляет вас ошибаться, потому что, оппоненты постоянно у вас на базе, запушены все три стороны, и даже если вы части из них убьете, то оппоненты все равно не потеряют, скорее всего, своих башен, потому что у вас все три стороны пушатся, и один даже герой может, выживший в файте, может оставить вам кучу неприятностей, здесь очень жестко Вифф прыгивает в Изрила, почти его забирает, Изрил вынужден отпрыгивать через стену, флэша у него не было, но, тем не менее, видите, плохо ему, он вынужден отойти, тем самым, не так хорошо сейчас будет дефаться мид, он, правда, на холмгвардах выбегает, здесь что-то пытается Трендомир, как-то напушить таворку, его отгоняют, но здесь жесткая, завязывается битва, и минус Лисин, раздамаживает всех, Дрейвен, прыгает вслед за Зирой, но умирает, смотрите, как он быстро умирает, правда, он сделал трипл килл, МФку он тоже забрал, и сюда приходит Трендомир, вместе с Ви сразу же, сразу же забирают бедного из Рила, он не успел сделать абсолютно ничего, и его нейтрализадо, задо, так, ГГВП уже написал кто-то из врагов, видимо, показывая свою ноумайнерность, прыгает сюда Зак, убивает одного, убивает второго, неплохой дабл килл, несмотря на то, что на него повесили экзост, он смог это сделать, Трендомир пробивает его даже сквозь, Санфайр и Фрозенхард, жесткий, конечно, герой, и забирает он Зака, правда, сейчас он вынужден убегать, да, он умирает от Тауэра, и Зак сделал Эйс, это прикольный момент, на карте сейчас нет ни одного живого героя, то есть, есть Зак, но его живым сложно назвать, то есть, он превратился в кучу желешек, которые сейчас вот только вот возродились, забавный был момент, что на карте только гуфы, только духи героев, Зак там что-то дамажит, Войт Став уже собрал из рил, без сомнения, это хороший артефакт, и хороший выбор, но все же я бы на его месте собрал бы часы, чтобы не было вот таких вот проблем, потому что зачастую в файтах сейчас он делает всего лишь один прокаст, а с часами будет их как минимум два, ну, а понятно, что Войт Став его дамаг в два раза уж явно не увеличивает, так, мафочка здесь с луком, с фэнтом-дэнсером, с блатфёстером, и хочет она собрать баньшу против жестких вражеских ассасинов, особенно против Дрейвена, наверное, но какой-то хп это хорошо, но в основном бегают именно за изрилом, я бы на ее месте собрал бы, наверное, что-то типа еще одного блатфёстера, либо типа инфинити-эджа, чтобы больше надамажить просто с руки, из автоатак, ну, потому что реально очень жестко бегают за изрилом, он много сносит, и поэтому у вас есть возможность какое-то время пострелять, баньшу это, конечно, хорошо, но это не ультимативное решение, выживаемости полной она вам не даст, то есть захотят вас убить, убьют, и с баньшой, и без баньши, а дадут вам возможность пострелять, лучше уж, по-моему, больше надамажить, но, тем не менее, ей, возможно, виднее, с баньшой, конечно, спасаться ей будет проще, но, тем самым она еще больше подставляет изрила, и, кстати, забирают на шора, конечно же, у ребят нет шансов за него посражаться, ультует изрила, кстати, почти попадает, но тут, конечно, нужен мэпхак, чтобы, либо мэпхак, либо очень хорошая удача, ни того, ни другого у парня нету, и поэтому на шора он не забирает, розовый, у него лич бэйн какой-то, очень сильно зарешал в этой игре Миджай, практически сделал ее, вот сделал, причем он ее для Дианы, потому что изрил вот все свои, всю свою доминацию растратил, бесполезный артефакт, тем самым перестав унижать Диану, там, конечно, еще ганги от Ви очень сильно зарешали, но, тем не менее, неприятный момент с этим Миджаем, то есть, ну, он бегает постоянно с ним на грани окупаемости, ниже грани окупаемости постоянно, возможно, когда-нибудь он сделает 20 стаков, но боюсь не в этом матче, общий счет 29-28, все-таки в пользу нижней команды, но 2 на шора, 3 дракона, или 4 там дракона, это, конечно, довольно серьезная заявка на успех, ребята не перестают пушить, и хотят забрать последнюю таворку на возвышенности, сейчас она будет убита, здесь изрил неплохо ульту, и смотрите, как жестко снес его ульт, половину хп всем, и таворка здесь выживает, но дрэйвен бежит с другой стороны, хочет забрать ингибитор, он дерется с заком, заку, конечно же, больно, потому что зак не может нанести абсолютно никакой дамаг по дрэйвену, тем самым он лишает себя возможности маневра какого-то, неплохо здесь настреляли вроде как дрэйвена, но тот настрелял мфку еще жестче, в него впрыгнул зак, тот свалил, изрил сейчас попытается убить Ви, но там уворачивается от его к ушки, в этот момент ломается турель, и как-то вообще все неприятно для нижней команды, изрил пытается отогнать Ви своими кушками, ну а трэндамир здесь начинает настреливать ингибитор, уворачиваясь от скиллшотов оппонентов, в этот момент дрэйвен здесь ломает очередной ингибитор, это просто жесть, на команду насели, не дают ей никакой возможности выжить, хорошо здесь лисин прыгает в Ви, Ви подбрасывает изрил, и сносит ему половину жизни, просто на халяву, в агонии буквально, здесь смотрите, ломает ставорки у Нексуса, и очень плохая ситуация, потому что изрила сейчас тоже заберут, минус изрил, в часах спряталась Диана, здесь пока все бегают, ломается еще одна башня у Нексуса, и смотрите, буквально скоро его могут забрать, МФК пытается настрелять всех, трэндамир начинает бить по Нексусу, его бьют в свою очередь, не забывайте, что у трэндамира есть неуязвимость, он только сейчас ее включает, начинает бить по Нексусу, продолжает, точнее, бить по Нексусу, Нексус остается буквально на один удар, но трэндамир умирает, тем самым игра продолжается, он пишет, ноу, кто-то уже начал писать, джи-джи, но остановился в этом деле, и я написал Лисин, да, они задефали, это очень круто, потому что, если бы трэндамир, конечно, включил свою ульту немножечко попозже, то, ребята бы, проиграли бы уже, но матч продолжается, и трэндамир под ультой, уходя от всех своей ешкой, не смог забрать Нексус, это не экспеки, пацаны, вы, наверное, помните, как зарешал, как хорошо сыграл экспеки, тогда, за КС-1, я даже, буквально записал, вот, ну, что там, уизрило, часы пока, видимо, не предвидятся, что он там думает, не, он собрал лайтем на часы, это просто, это прогресс, пацаны, ну, я думаю, надо было бы ему чуть больше подождать, и собрать именно палочку на 80 АП, потому что АП ему пригодится в этом матче, как подсказывает практика, покупает он синюю баночку, и бежит в бой, бежит в драку, сейчас, конечно же, надо дефать на базе, потому что, если вы выйдете с базы, то буквально один диверсант может ее забрать, можно побегать трендомиром с оракулом, то есть, чтобы быть уверенным, что вас не палят, стоять где-то в кустах, рядом с базой, как только нижняя команда выйдет, вы прибегаете и ломаете им Нексус, в такие моменты, главное смотреть, чтобы у вас были все три ингибитора, потому что, если у вас есть ингибы, то Нексус бить нельзя, если все три ингиба живы, и поэтому вы можете вести себя немножечко вольготнее, но оппонентам, соответственно, при вот своих таких маневрах, тоже нужно учитывать, что если у противника фреснулись уже все три ингибитора, то Нексус вы не сломаете, в теории это все понимают, но на практике иногда бывают с этим некоторые проблемы, и Зрил здесь сидит в кустах, готовится ворваться в кого-то, ну, главное ему попасть ультой, потому что ульта сейчас это его основной дамаг, хорошо, он ультует на трендомир и забирает его просто в момент, просто в мгновение ока, и в этот момент бежит Древен, хочет забрать Нексуса, Нексуса очень мало жизней, в Древен настреливает МФочка, Древен пытается что-то законтролить, и умирает, буквально, не добив опять один или два удара, это жесть, это Нексус живее всех живых, ребята просто на последней воле пытаются задлефить, все дело, спасибо, кстати, опять Максу Гусеву за то, что он скинул это замечательное видео, потому что это реально крутой видос, Макс молодец, он собирается, кстати, вроде снова стримить даже на ГЗ, он постоянно мне присылает просто замечательнейшие видео, которые я с большим удовольствием комментирую, здесь из Рил Деффит от крипов, верхняя команда уже почувствовала вкус победы, и поэтому им тяжелее играть собрано, потому что они уже немножечко расслабились, уже думают, что все хорошо, и здесь они бегут дефать базу всеми силами, потому что из Рил, конечно же, не очень хороший деффер, разве что ультой он может забрать большое количество крипов, но ульта все-таки не казенная, ее так постоянно тратить нельзя, проблема есть некие с КДР, ни одного артефакта на... КДР вроде нет, там Лич Бейн, что Лич Бейн? Тоже не дает, по-моему. Так, здесь из Рил просвечивает кусты, на самом деле опасно, кто-то мог... Вот я в таких играх против из Рила, люблю сидеть вот немножечко сбоку, вот здесь сейчас стоит Голем, вот прям вот так, где сейчас стоит Голем, то есть из Рила эту вещь не замечает, а вы все равно стоите фактически в кустах, и ловите его очень жестко. Забирает из Рил синий, отправляется на базу, теперь он может почаще использовать свои заклинания, у Нексуса очень мало жизней, и ребятам надо собраться, потому что любая ошибка может стоить им игры, все записывается, все вроде неплохо. Покупает он еще раз синюю баночку, и Дрейвен бежит куда-то на топ, заниматься какими-то непонятными делами. Сейчас будет очень мощный момент, я этот момент помню. Смотрим, смотрим, Дрейвен с Овином, там типа 500 хп у него дополнительных собрано, такой мега фармила, там на боте какая-то драка, но Дрейвен тем не менее идет дальше, такой, еее, я убиватор, я нагибатор, и смотрите, что сейчас произойдет, ульт прыжок и ваншот, вот это жесть, вы посмотрите, что творит этот парень, просто он уничтожил Дрейвена в секунду, просто в секунду, Дрейвен такой, епросто, что это было, я не успел ничего понять, он даже топор не успел приподнять, это все равно, что перестрелка ковбоев на Диком Западе, когда один ковбой в другого выстрелил, а первый еще даже не подумал о том, что ему стоит вынимать револьвер из кармана, все три ингибитора живы у нижней команды, и они, наверное, очень счастливы по этому поводу, потому что, сейчас, кстати, смотри, Диана откинется, потому что в нее летит кушечка, то есть она еще там из своего часов не вышла, здесь, кстати, будет минус Лулу, не забывайте, и команде сейчас можно немножечко попушить, потому что все три ингибитора живы, есть Зак, который еще подефает, Зак с Санфайром, надо быть очень аккуратным, обязательно завардить все подходы к вашему Нексусу, то есть все дороги фактически, ну буквально четырьмя вардами можно это все дело проконтролировать, все такие стандартные довольно-таки подходы, так, ну конечно же Лисин, ой, точнее, Изрил здесь неплохо, на дамаже, так, здесь минус, минус Зак, но туда уже бежит Лисин, так что не так все, в общем-то, плохо, ломается здесь хотя бы башня, но больше не надо, лучше не рисковать, потому что, опять-таки, любая ошибка может стоить игры, поэтому ребята играют очень аккуратно, здесь Куст настреливает в Вита, хочет ворваться дальше, смотрите, здесь опять есть Дрейвен, вроде есть, а вроде его не, Дрейвен, Дрейвен, отсюда странный предмет, да, просто нету его, просто в секунду его забирает, Витам пыталась куда-то уйти, но ее с помощью Личбейна забрали, это даблкил от Изрила, и можно забирать Нашора, а можно и не забирать, можно идти пушить на самом деле, потому что Нашор в такие моменты, это, ну, не так важно, конечно Нашор сейчас для Изрила просто идеален, потому что он даст еще больше скейлов на его все заклинания, но, тем не менее, лучше уж ломать башни, чем отвлекаться на всяких червяков, которые торчат из-под земли, потому что вы сломаете противником Ингибитор, они уже не могут так вольготно себя чувствовать, а то и Нексус можно сломать, если тебе зазевается, сейчас что-то стример так рукой пошел, типа, не, не для прессы, не для прессы, кушки от Изрила опасные, кстати, посмотрите на стаке, их уже целых 10 штук, наконец-таки, Миджай стал себя оправдывать под конец, забирает он волчков, и сейчас верхняя команда где-то притаилась, то есть, скорее всего, она либо забирает Нашора, либо пытается трапать, трапы на таком этапе очень актуальны, вы сидите в каком-то нестандартном в кусте, через который, скорее всего, пройдут оппоненты, и все, вы счастливы, не забывайте только купить оракул, потому что трапы без оракулы, иногда заканчивается очень неприятно, то есть, вы сидите там, где вас видят, хотя, я помню забавную ситуацию, тоже противники трапали нас на варде, я за Малфита туда залетел в пятерых, но одновременно со мной флешнулась Жанна, и выкинула всех оттуда, типа, пацаны, я спасу вас, с тех пор я очень ненавижу Жанну, как героя, потому что, блин, может сломать всю игру, там реально просто ульт в пятерых, ешка в пятерых, просто все, а, я еще АП Малфит с масочкой, то есть, ну там вообще нормально все подамагу должно быть, так, здесь смотрите, команда подходит и хочет крови, позиция неплохая, часть у Нашора, часть убежала, и здесь пытаются убить МФ-ку, и очень быстро кладут МФ-ку, Изрил не знает, куда ему деваться, потому что, уже двух его союзников забрали, и шок какой-то, но он очень хорошо ультует, впрыгивает, но Трендомир начинает его резать, очень жестко, он использовал часы, но его впрыгивает и забирают, очень хорошие кусты от Зиры, но не хватает дамага пацанам, для того, чтобы всех забрать, Лисин хочет спастись, но у него это не получается, злая Лула его забирает, и это Джи-Джи, не получилось, не фортанула МФ-ка, которая умерла сразу, и кто там еще тоже отправился в гости к Гуфу, там Зак, МФ-ка и Зак, конечно, зафейлили, пацаны вроде как шли к успеху, но, к сожалению, не фортануло, мечом раздолбали Нексус, и команда проиграла, хороший, интересный матч, забавный билд, очень жестко законтрены, из Рилы, за Ви, то есть, опа, опять, опять танцы, очень хорошо, конечно, сыграла Ви в этом матче, она переломила ситуацию на меде коренным образом, и если бы не она, то из Рил бы быстро бы собрал 20 стаков, бегал бы и унижал здесь всех, всю игру, но тем не менее, несмотря на то, что его жестко законтрили, он все равно продолжал свою доминацию, и довольно неплохо отыграл, особенно эффектно смотрятся вот эти вот самые ваншоты, или бланки, и не снилось, как говорится, конечно, надо попасть ультой, причем желательно, чтобы ваш оппонент был первой целью ульты, потому что с задетыми целями дамаг уменьшается, но видите, у Изрила все два раза получилось довольно неплохо, и причем все происходит буквально в момент. Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик по Изрилу, по Лолу, я, наверное, проведу в этом видео старый конкурс с репостами, я знаю, что он много кому понравился, так что повторю все условия для новичков, для того, чтобы вам поучаствовать в конкурсе, вам, ну то есть мы, наверное, забьем вот эту тему с кодами, она многим не понравилась, а ваше желание для меня очень важно, если вы хотите что-то, то я обязательно это сделаю, постараюсь, по крайней мере, сделать, и что получается, для того, чтобы, причем призов будет больше, будет приз на 800 рпшек, и два приза на 400 рпшек. Что вам нужно для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше? Под видео и на GameZ, и на YouTube будут ссылочки на участие, то есть вам нужно будет репостнуть себе на стену сообщение о видео, и подписаться на канал на YouTube. И три человека, не один, как раньше, а целых три человека будут участвовать в розыгрыше рпшек. И в конце следующего видео я произведу этот самый розыгрыш. Так что вы получите риотпоинтс, кто-то из вас, ну, обычно люди ленятся репостать, так что вероятность выиграть довольно большая. Не забывайте, что спонсор всех этих конкурсов это Lowpoint.ru, через него вы можете вообще без проблем закинуть себе рпшек, куда угодно, на любой сервер, причем это довольно просто, и на Вест, и на Ист, и на русский сервер, ну, на русском и так можно легко закинуть, а вот, очень это актуально на Весте, на Исте, и на Америке. К тому же, если там куча акций, если вы закинете, например, друзьям на определенную сумму рпшек, то вы сами на халяву получаете рп, тоже прикольная тема, то есть вы ищете несколько человек, которым нужно рп, договариваетесь, все это дело смотрите, и получаете сами на халяву рп за свои действия, это тоже прикольно. Lowpoint.ru вместе пишется. Ну что ж, друзья, поблагодарив всех, рассказав про конкурсы, я, пожалуй, скажу, что я с вами прощаюсь. С вами был Вадим 2К Хаус, до встречи в новых видео по Варику, Prime World и Лиге Легенд, ну и, возможно, StarCraft. Всем пока!